Здравствуйте друзья, поводом для этого видео стали многочисленные обсуждения в интернете по вопросу могут ли верующие люди участвовать в войне которая сейчас происходит в украине спектр ответов на этот вопрос достаточно широкий есть комментаторы которые говорят о том что христианин из-за своих убеждений не может участвовать в таких военных кампаниях но если другие которые утверждают обратное и даже подтверждают свою позицию некоторыми местами из библии в которых якобы говорится о том что не будет ничего плохого если верующие во христа человек пойдет на войну и поможет своей родине при этом слова родина как вы понимаете каждая из сторон этого конфликта понимает по-своему некоторые сторонники участия верующего войне даже заходят настолько далеко что в качестве доказательства справедливости своей позиции показывает евангелие такие места в которых якобы сам христос призывал участвовать в военных действиях и вообще не был против ношения и применения оружия вы наверное заметили что наша программа только началась но я за короткое время уже успел два раза употребить слово якобы как вы понимаете слово якобы подразумевает несоответствие такой точки зрения действительности именно поэтому прочитав множество различных комментариев на эту тему я и решил сегодня разобрать вместе с вами некоторые места из священного писания все места по этой теме мы с вами разобрать конечно же не сможем мы разберем только некоторые из таких мест в которых рассказывается об участии или о не участии верующих людей военных действиях библейские времена и начнем мы с с вами с одного места и из нового завета это место находится в 22 главе евангелия от луки и здесь записаны слова христа вот что иисус здесь говорит своим ученикам и сказал им когда я послал вас без мешка и без сумы и без обуви имели вы в чем недостаток они отвечали ни в чем тогда он сказал им но теперь кто имеет мешок тот возьми его также и сумму а у кого нет продая одежду свою и купи меч ибо сказываю вам что должно исполнится на мне и сему написанному и к злодеям причтен ибо то что а мне приходит концу они сказали господи вот здесь два меча он сказал им довольно друзья вы наверное заметили что иисус здесь прямо призывает своих учеников купить меч хорошее место не правда ли особенно это место хорошо для тех людей которые любят искажать писание они прочитав это место сразу же говорят ну и что вы мне хотите доказать здесь же ясно написано о том что сам иисус дает указание своим ученикам купить мечи я просто обязан сейчас напомнить вам одно место из третьей главы второго послания апостола петра и здесь с пятнадцатого стиха апостол петр пишет как и возлюбленный брат наш павел по данной ему премудрости написал вам как он говорит об этом и во всех посланиях в которых есть нечто неудобовразумительное что невежды и не утвержденные собственной своей погибели превращают или извращают как и прочие писания вы обратили внимание на то какую мысль здесь представляет петр о чем он здесь говорит он говорит что в посланиях павла есть что есть трудно понимаемые места и что люди делают с этими трудно понимаемыми местами петр пишет о том что некоторые люди извращают эти трудно понимаемые места и не только из послания павла но они извращают и прочие писания но петр в этих стихах еще обращает наше внимание на то какой класс людей обычно извращает библию петр говорит что это невежды первое они невежды и второе они не утвержденные собственной своей погибели то есть эти люди не знают истину и они не утверждены в истине они поверхностные люди они лишены святого духа потому как только святой дух может объяснить что является истиной а что является заблуждением задача духа святого отделить истину от лжи помните что иисус однажды сказал по этому вопросу когда же придет он дух истины то он оставит вас на всякую истину ибо не от себя говорить будет но будет говорить что услышит и будущее возвестит вам итак задача святого духа объяснять верующему что есть истина а что является ложью возвращаясь к нашей основной теме мы теперь с вами можем легко ответить на вопрос почему многие люди утверждают что иисус в этом эпизоде призывал участвовать военных действиях и даже якобы повелел своим ученикам продать одежду и купить меч для многих такой призыв христа о покупке меча выглядит вполне логичным этих людей совершенно не волнует что иисус пришел в этот мир когда израильский народ страдал от римской оккупации и людей совершенно не волнует что иисус мог спокойно призывать своих учеников поднять восстание против рима не будем забывать что вокруг христа собирались тысячи людей помните иисус однажды накормил 5000 человек другой раз он накормил 4000 человек все эти люди были недовольны тем что римляне расхаживает по их земле поверьте иисусу не составило бы большого труда сделать призыв и поднять восстание против рима но он этого так ни разу и не сделал вы не найдете в новом завете такого призыва иисуса к восстанию потому что его там нет напротив иисус в самой главной своей проповеди которую мы с вами часто называем нагорной проповедью иисус говорит следующие слова вы слышали что сказано око за око и зуб за зуб а я говорю вам не протився злому но кто ударит тебя в правую щеку твою обрати к нему и другую скажите разве в этих словах есть призыв к войне или к восстанию нет там такого призыва наоборот есть призыв не сопротивляться злому о как же это место с призывом христа купить меч противоречит другим его призывам ну хорошо я наверное уже вас утомил отступлением от основной темы я должен был это сделать для того чтобы заложить некоторый фундамент а сейчас наверное уже пришло время объяснить это противоречие дело в том что иисус часто говорил притчами мы все с вами много раз читали притчу о сеятеле мы с вами практически наизусть знаем притчу о блудном сыне нам с вами хорошо известна притча о пшенице и плевелах но что важно знать при чтении притчей рассказанных христом важно помнить что притчу не следует понимать буквально потому как она была написана в символах например если мы с вами рассмотрим притчу о сеятеле и примем ее буквально то кроме урока по агрономии мы там ничего не найдем я напомню агрономия это наука о том как возделывать землю и как выращивать растения вы уже поняли мою мысль притчи христа были рассказаны христом не для того чтобы мы их понимали буквально причем будет важно заметить что некоторые своих притчей иисус называет притчами а некоторые из своих высказываний он открыто не называет притчами но по контексту понятно что это иносказание приведу еще один пример иисус однажды стоял перед иудеями и вот какой разговор там тогда возник на это иудеи сказали каким знамением докажешь ты нам что имеешь власть так поступать иисус сказал им в ответ разрушьте храм сей и я в три дня воздвигну его на это сказали иудеи сей храм строился 46 лет и ты в три дня воздвигнешь его а он говорил о храме тела своего и так о чем в этом месте говорил иисус о каком храме библия прямо говорит он здесь говорит о своем теле верно о каком храме подумали иудеи иудеи подумали об иерусалимском храме вот точно тоже самое произошло и в эпизоде когда иисус призвал своих учеников продать одежду и купить меч в этом месте иисус не говорит о буквальном мече он здесь говорит о слове божьем и пусть вас не смущает то что иисус здесь говорит продай одежду свою и купи меч это тоже иносказание он не это совершенно имел ввиду эти слова не нужно было понимать буквально возможно кто-то из вас скажет но также можно совсем запутаться то иисус говорит прямо то он говорит притчами как же все это можно понять как во всем это можно разобраться друзья я не случайно напомнил сейчас вам текст о том что дух святой когда он приходит к человеку его основным заданием является объяснять что является истиной и как это следует понимать те люди которые по каким-то причинам лишены святого духа такие люди самые простые места священного писания будут искажать и превратно толковать то же самое произошло и с учениками христа во время этого разговора о покупке мечей иисус им говорит о духовном мече а какова реакция учеников давайте прочтем это еще раз они сказали господи вот здесь два меча он сказал им довольна говоря довольна иисус понимал что его ученики неверно истолковали его слова о покупке меча но объяснять им ничего не стал как я уже сказал иисус совершенно не имел ввиду чтобы его ученики продавали свою одежду и покупали холодное оружие слово купить в библии выносказательном смысле встречается много раз позвольте я вам приведу несколько примеров и вы сможете легко понять смысл этого призыва христа продать одежду и купить меч давайте к примеру прочтем одно место из книги пророка исаи здесь написано жаждущие идите все к водам даже и вы у которых нет серебра идите покупайте ешьте идите покупайте без серебра и бесплаты вино и молоко друзья вы обратили внимание что предлагается сделать тем кто жаждет идти куда идти к водам и что сделать и покупать что покупать вино и молоко странное высказывание не правда ли еще здесь написано идите покупайте без серебра и бесплаты вино и молоко вы уже поняли что в этом месте символический язык это место не нужно понимать буквально жаждущие это духовно жаждущие это не буквально жаждущие люди это не те кто хотят пить обычную воду вода это тоже символ вода это символ святого духа вино это тоже символ это символ пролитой крови и заслуг креста молоко это тоже символ это символ слова божьего и так расшифровав это место мы с вами поймем что бог предлагает духовно жаждущим прийти к нему и получить знание о спасении знание о спасении через заслуги христа друзья всякая покупка это обмен мы меняем деньги меняем на товар примеру мы даем деньги покупаем фрукты яблоки груши и так далее иногда бывают случаи когда у людей нет денег и они меняют какой-нибудь товар на другой товар но в любом случае всякая покупка является обменом когда бог говорит купи бесплаты то он этим самым говорит приложив все свои старания для того чтобы понять то что я предлагаю тебе когда иисус сказал своим ученикам купить меч он имел ввиду не буквальный меч он имел ввиду духовный меч о котором апостол павел написал возьмите меч духовный который есть слово божье то есть иисус призвал своих учеников быть внимательными и кое-что понять и слова божьего а что именно должны были понять ученики христа в слове божьем давайте прочтем то что им сказал иисус тогда он сказал им но теперь кто имеет мешок тот возьми его также и сумму а у кого нет продай одежду свою и купи меч ибо сказываю вам что должно исполнится на мне и сему написанному и к злодеям причтен ибо то что о мне приходит к концу и так что же должны были понять ученики христа и слова божьего в этот момент они должны были понять несколько вещей первое что должны были понять ученики христа это то что еще немного и исполнится пророчество о христе их спаситель вскоре будет причислен к злодеям второе что ученики христа должны были понять что сейчас будут исполняться те пророчества библии в которых говорится о страданиях христа еще немного иисус умрет вот что означали слова христа купите меч призывая своих учеников купить меч иисус тем самым призвал их внимательно исследовать те места священного писания в которых говорится о страдании мессии и о том что он мессия будет причислен к разбойникам эти места писания должны были подкрепить учеников христа и если бы они правильно поняли призыв христа о покупке меча то они не были бы впоследствии разочарованы происходящим они бы не пережили шок и потрясение когда увидели что их учителя бьют что ему плюют в лицо что его связывают и уводят от них ученики христа стояли бы спокойно на голгофе видя что иисус распят вместе с разбойниками вот о чем иисус говорил им призывая купить меч слова божьего но они этого не поняли но возможно вы спросите так почему же иисус им не объяснил друзья если вы внимательно перечитаете несколько раз этот эпизод о покупке меча то вы увидите что иисус им указывает здесь на пророчество писания в которых говорится о его страданиях когда иисус говорит им ибо сказываю вам что должно исполнится на мне и сему написанному и к злодеям причтен каким пророчеством в этот момент иисус отсылал своих учеников он им дает прямую ссылку на знаменитую пятьдесят третью главу книги пророка исаи давайте прочтем это место это глава от начала и до самого конца посвящена мессии его страданиям его смерти мы не будем сейчас читать всю эту главу мы прочтем только стих который касается нашей сегодняшней темы это последний двенадцатый стих этой пятьдесят третьей главы книги пророка исаи и вот что здесь бог говорит посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то что предал душу свою на смерть и сейчас внимание и к злодеям причтен был тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатаем конец цитаты вы обратили внимание здесь открыто ясно написано те же самые слова которые иисус сказал своим ученикам перед своими страданиями я сейчас выведу оба эти места на экран для того чтобы вам было удобно их прочитать и в первом и во втором месте есть эта фраза и к злодеям причтен вот какой меч побуждал купить своих учеников иисус он побуждал их разобраться в слове божьем с этими местами и понять что в этих местах говорится о нем он будет причтен к злодеям но они ничего из этого не поняли и вместо того чтобы размышлять над пророчествами библии ученики не долго задумываясь показали иисусу два меча и сказали вот здесь два меча иисус сказал довольно но даже это непонимание и заблуждение своих учеников иисус обратил на благо давайте сейчас вспомним как развивались дальше эти события сразу же после этого разговора о мече иисус со своими учениками отправились на гору илионскую как вы помните иисус там несколько раз молился в то время как его ученики спали и вскоре можно было видеть толпу во главе которой шел иуда искариот они подошли к иисусу иуда поцеловал христа и тут проявилось все неверное понимание учеников по вопросу приобретения меча библия говорит бывшие же с ним видя к чему идет дело сказали ему господи не ударит ли нам мечом и один из них ударил и отсек ему правое ухо друзья давайте сейчас остановимся немного порассуждаем по этому вопросу вы обратили внимание на то каким трагическим последствиям может привести неверное понимание слова божьего из-за своего неправильного понимания слов христа петр вы знаете что это был петр он выхватил меч и отсек ухо у раба первосвященникова это серьезно друзья неправильное понимание слов христа может вас привести к большим проблемам вашей жизни многие найдут себя лежащими в окопах на войне потому как им кто-то когда-то внушил неверное понимание библии многие погибнут думая что они сражаются за бога помните что было написано на ремнях у солдат фашистской германии там была написана фраза с нами бог откуда они это взяли что с ними был бог им кто-то когда-то внушил неправильные идеи бога на самом деле с ними не было друзья будьте внимательны к тому что вы читаете или слушаете сейчас многие называющие себя верующими призывают идти и убивать других грабить забирать у них имущество эти призывы происходят как в россии так и в украине такие призывы исходят от двух сторон этого конфликта на украине вот только один пример ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного отдал на что на смерть жертвенность есть величайшее проявление самых лучших человеческих качеств война которая сейчас идет на просторах руси это междоусобная брань многие погибают церковь молится о том чтобы брань сия закончилась как можно быстрее чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне и одновременно церковь осознает что если кто-то движимый чувством долга необходимостью исполнить свою присягу и если в исполнении этого долга человек погибает то он несомненно совершает деяния равносильной жертве он себя приносит в жертву за других и потому верим что это жертва смывает все грехи которые человек совершил и так патриарх кирилл как вы только что услышали сказал следующее если человек идет на войну движимый чувством долга и погибает там на войне то ему прощаются все грехи которые он до этого совершил друзья знаете когда я слушал эту речь патриарха кирилла меня не оставляло чувство что я где-то уже это раньше слышал прошло время я вспомнил где это уже слышал то же самое говорила католическая церковь средневековья тем кто платили ей индульгенции я сейчас прочту только одну цитату из книги великая борьба в которой говорится именно об этом же церкви шла постыдная торговля и тецель тецель это человек который собирал индульгенции рекламировал индульгенции католической церкви тецель с кафедры превозносил индульгенцию как самый драгоценный дар божий он объяснял что индульгенции отпускают их обладателю грехи которые тот совершает как настоящим так и в будущем и что даже нет необходимости в раскаянии более того он уверял своих слушателей что индульгенции обладают силой спасать не только живых но и умерших и стоит только деньгам зазвенеть в его ящике как душа вылетает из чистилища и попадает на небо конец цитаты друзья скажите учение о том что каждый кто идет на войну и погибает в результате получит полное прощение грехов скажите это учение иисуса христа или же это учение человеческое конечно же это учение человеческое библия такому никогда не учила говоря эти слова патриарх кирилл на самом деле внушают следующее идите на войну и ни о чем не беспокойтесь делайте то что вам велит ваше чувство долго и не заботитесь о том что вы там натворите все грехи которые вы сотворите на этой войне бог вам это все простит на самом деле то есть теперь солдаты могут свободно убивать женщин детей они теперь могут бросать бомбы они могут взрывать все что угодно они могут воровать и бог им это все простит хочется спросить у патриарха кирилла хорошо ли он подумал прежде чем делать такие заявления от имени бога бог никогда не обещал прощать тех кто живет во грехе и потом не раскаявшись умирает во грехе библия говорит или не знаете что неправедное царство божие не наследует не обманывайтесь не блудники не идолослужители не прелюбодеи не малакии не мужеложники не воры не лихаимцы не пьяницы не злоречивые не хищники царство божие не наследует ну хорошо друзья давайте оставим эти призывы патриарха кирилла и вернемся к нашей основной теме мы с вами говорили о том что петр выхватил меч и ударил раба так что отсек ему правое ухо почему у петр так поступил причина состояла в том что петр неверно истолковал слова иисуса и призыв христа о приобретении меча но даже эту ошибку петра иисус обратил во благо тех людей которые стояли и смотрели за тем что происходит вот что библия говорит об этом и один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо тогда иисус сказал оставьте довольно и коснувшись ухо его исцелил его это то как описывает это событие евангелист лука но у иоанна у евангелиста и она мы можем найти дополнительные сведения о том что там тогда происходило и он пишет следующее симон же петр имея меч извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо имя рабу было малх но иисус сказал петру вложи меч в ножны неужели мне не пить чаши которую дал мне отец обратите внимание петр отсекает правое ухо у раба иисус останавливает петра и что иисус сказал петру петр молодец ты все правильно сделал так и нужно есть меч нужно им пользоваться разве эти слова сказал иисус петру нет конечно иисус сказал петру вложи меч в ножны друзья все те которые пытаются привести это место о мече как подтверждение того что иисус был за войну и за применение оружия я вас разочарую иисус в этом месте имел ввиду совершенно другое иисус был против применения оружия в данном случае еще кое-что исцелив раба первосвященникова приживив ему ухо иисус еще раз доказал свое божественное происхождение и показал перед всеми присутствующими свое доброе отношение даже к своим врагам к тем кто пришли его арестовывать друзья осознаете ли вы что у иисуса в этот момент была хорошая возможность призвать своих учеников чтобы они убили всю эту толпу которая пришла его арестовать но он этого не сделал почему те кто сегодня называются верующими христианами но призывает убивать других людей разве ими руководит бог разве кроткий иисус который приживил ухо рабу потому что ему было жалко этого человека разве иисус призывает сегодня убивать других людей друг друга целые народы обещая им за это прощение любых грехов не друзья иисус не делает таких призывов еще одно место я хочу сейчас с вами прочитать это место находится в 21 главе евангелия от луки иисус дает наставление своим ученикам и вот что он им здесь говорит когда же увидите иерусалим окруженный войсками тогда знайте что приблизилось запустение его тогда находящиеся в иудеи добегут в горы и кто в городе выходи из него и кто в окрестностях не входи в него потому что это дни отмщения да исполнится все написанное и так что должны были сделать ученики христа когда они увидят окруженный войсками иерусалим здесь ясно написано не так ли находящиеся в иудеи добегут куда добегут в горы нужно убегать убегать а где же призывы проявить патриотизм а почему иисус не напомнил ученикам что нужно любить и защищать свою родину почему он не призвал их стать плечом к плечу на защиту своей отчизны иерусалима ответы на все эти вопросы мы находим в этом же отрывке иисус говорит находящиеся в иудеи добегут в горы и кто в городе выходи из него и кто в окрестностях не входи в него а теперь внимательно потому что это дни отмщения да исполнится все написано дни отмщения а кто мстит и за что отмщение для ответа на эти вопросы нам понадобится отдельная тема но если сказать коротко то мщение состояло в том что народ израильский отверг истину они отвергли своего спасителя и всякий раз когда люди отвергают божью истину они отвергают святой дух который единственный может удержать человека от зла отвергая святой дух иудеи и то же самое происходит со всеми остальными народами отвергая истину и святой дух который приходит к нам когда мы принимаем божью истину Любой народ попадает под влияние другой личности. Народ попадает под влияние сатаны. Знаете, в чем состоит самое большое мщение Божье? Самое большое мщение, когда Бог оставляет человека или целый народ один на один с сатаной. Скажите, разве римляне, которые пришли и разрушили Иерусалим, разве они были с Богом? Нет, конечно. Ими управлял тот же самый дьявол, который управлял иудеями. Сатана просто столкнул эти два народа. И в результате пролилось много крови. Но своим ученикам Иисус заранее дал указание о том, что они должны были делать, когда они увидят, что Иерусалим окружен римскими войсками. Они должны были с поспешностью убегать. Даже не возвращаясь в свой дом, если этот момент их застанет на поле или на крыше. Никакого патриотизма. Друзья, как вы уже поняли, эта тема большая. Все сразу в одной теме не объяснишь. Я знаю, что у многих из вас останутся вопросы. Много вопросов. На некоторые из этих вопросов мы постараемся ответить в комментариях под этим видео. Друзья, в заключение я хочу обратить ваше внимание на то, что подобно ученикам Христа, которые стояли перед очень тяжелыми испытаниями, их ожидал кризис. Мы с вами стоим на пороге сильнейшего кризиса во всей истории человечества. Вскоре в нашем мире силой будет навязываться начертание зверя. Нас будут силой принуждать соблюдать папское постановление о святости воскресного дня. Многие будут арестованы. Многие будут скитаться. Некоторые будут посажены в тюрьмы. Сегодня некоторые из называющих себя последователями Христа, точно так же, как и ученики тогда, неверно истолковывают Слово Божье. Для нашего поколения, как и для своих учеников того времени, Иисус опять повторяет те же самые слова. «Продай одежду свою и купи меч». Купи меч Слова Божьего, то есть пойми на основании Писания то, что вскоре должно произойти в нашем мире. «Продай одежду» означает оставь все, что сегодня тебе кажется важным и дорогим, и постарайся понять, что о будущем кризисе говорит Слово Божье. «Купи меч Слова Божьего. Постарайся понять, что скоро тебе придется переживать такой же кризис, который уже переживали ученики Христа во время его распятия. Если мы с вами сегодня не приобретем этот меч Слова Божьего, то с нами произойдет то же самое, что тогда произошло с учениками Христа. В момент кризиса их вера пошатнулась, они усомнились в своем учителе, Петр отрекся, остальные, испытывая сильное давление и сильный страх, разбежались». Эту тему я хочу сегодня завершить словами. Пусть благословит нас Господь правильно понимать Его Слово. Пусть благословит нас Бог правильно принимать решения, чтобы эти решения основывались не на высказываниях духовных авторитетов, но на Слове Божьем. Пусть благословит нас Господь не совершать тех же ошибок, трагических ошибок, которые однажды совершили ученики Христа, потому как они неверно растолковали то, что Иисус им говорил. Пусть благословит нас в этом Господь. Аминь. «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Это слова Христа об Иерусалиме, а вернее о людях, которые считали, что владеют истиной. Но слова Спасителя предельно ясны – погибнете! Вам нет дела до Сына Божьего. Почему это произошло? Потому что не были приготовлены, поскольку не узнали время посещения их Богом. Время, которому не придали значения, ели, пили, женились, просто жили. И этого оказалось достаточно, чтобы услышать из уст Спасителя, который пришел спасать приговор. Знаем ли мы, в какое время живем? Придаем ли значение этому времени? Слышим ли голос Спасителя, обращенный лично к нам? Отвечаем ли ему? Или, быть может, как те иудеи, две тысячи лет назад думаем, что у нас все хорошо, что мы достаточно образованы и вполне мудры, чтобы отличать зло от добра, а истину от заблуждения? Возможно, мы даже посещаем церковь, соблюдаем праздники и стараемся жить честно, насколько это возможно. Если так, то что мы ожидаем услышать от Спасителя, если прямо сегодня Он вернется, как и обещал? Что Он скажет, обозревая уже наш город, как когда-то и Иерусалим? «Великая борьба» — это книга, которая раскрывает перед нами грандиозную панораму глобального обмана. Обмана, автором которого является князь зла, а исполнителями те, кому мы привыкли доверять. Обмана, который призван усыпить бдительность людей, чтобы они думали, что знают истину, чтобы верили, что поступают правильно, чтобы надеялись получить спасение за добрые дела и многочисленные обряды. Эта книга, опираясь на исторические факты и библейские пророчества, ясно показывает, что великая духовная борьба, начатая еще на небесах, никогда не прекращалась, и нынешняя самонадеянная религиозность людей, как и тогда, 2000 лет назад, всего лишь ловушка, цена которой — смерть. Книга «Великая борьба» поможет принять решение стать на сторону истины, узнать все о прошлых временах, верно оценить настоящее и приготовиться к будущему, торжественному времени великого посещения Богом нашего мира. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудиовариантах можно найти в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok